А мы с утра наряжены, зашиты на помажены, Сегодня всем нам хочется, перлим, монроза, Мы идем и улыбаемся, мы очень постараемся, Что лучших желания всегда было бы ноль. Участники вокального кружка романтики Нефедевского сельского клуба Готовятся к приближающимся праздникам, Пишут сценарий, разучивают песни и стихи, Готовят театрализованные эпизоды. Известные ограничения немного изменили привычный ход жизни, Но селяне не падают духом, продолжают заниматься творчеством. Много лет, в любое время года здесь ставят спектакли, Проводят интересные детские и взрослые программы. Традиционно большой популярностью пользуется любимый праздник – День села. Основная торжественная часть у нас проходит здесь, А все остальное на улице потом. Народу собирается достаточно много. Значит, мы готовим поздравления, концертную программу, Чествуем каких-то жителей, юбиляров, с днем свадьбы. Опять же, детей, потому что дети у нас все очень активные, Они постоянно здесь все. С совершеннолетием, с днем свадьбы. Раньше были какие-то выдающиеся заслуги в колхозе, Кто работал там, председатель давал, Что вот таких людей-то можно наградить. Потом, что еще, лотереи разыгрываем обязательно, Ездим в Иваново, покупаем какие-то призы, Ну, это, понятно, платно. Вот, есть спонсоры, которые нам помогают в этой организации, Чтобы там деткам какие-то подарочки купить. Вот, все. Здесь торжественная часть прошла, ну, часик-полтора, А потом музыка, суглича, выездная, И все отдыхают, танцуют, веселятся. Всю деятельность Тамары Васильевны, Я наблюдаю все вот эти годы, как она работает. Человек очень творческий, просто, я не знаю, Откуда у нее там берутся всякие идеи. Когда мы вообще-то, ну, когда пандемии не было, ничего, И мы устраивались здесь вообще, и вот 23-е, и 8-е. Что она только не придумала, кем мы только не были. И димовочками, и тыквами, и огурцами, и бананами. Помнишь Мельникову бананам? Это вообще просто. Дети участвуют во всяких мероприятиях, И в Зарнице военно-патриотической, И вот в Бериндеи мы ездим, творческие, да, Вот эти мероприятия. Дети у нас занимают первые места в основном, постоянно. У нас в Зарнице, мы выступаем. Вот мне 70 лет, в этом году правда только исполнилось, Но ничего. Вот в Зарнице тоже участвуют все. Вот Вера тоже участвовала в Зарнице. Мы пока... Бегаем, стреляем, ползаем. По канату. По канату перебираем. А по этой штуке, как это называется? Ну, это бревно-то... А, по бревну ходим. Ну, пока ничего не забылось, не сломали. У меня дети в Москве живут, вот взрослые. Зять, например, ждет, когда это Зарнице. Капитан команды. И все бегают, капитан команды. У нас 74 года. Николай Александрович тоже ползает, бегает с нами. Он такой здоровый вообще. В противогазах бегаем. Вот фотографии же есть, можно посмотреть. У нас вот там вот есть всякие благодарственные письма. У нас очень неплохие успехи. А можно сказать, что мы и лидирующие мои девчонки молодцы, ребята. Нефидево расположено в 15 километрах от главной усадьбы поселения села Улейма. К услугам порядка 100 постоянных жителей – почта, библиотека, магазин и клуб. Последние смело можно назвать настоящим досуговым центром для всех – от мала до велика. Сюда спешат на праздники и репетиции, позаниматься в кружках. Да и просто попить чаю и пообщаться. Все бы хорошо, но клуб располагается в старом деревянном доме с минимальными удобствами. Небольшими скромными помещениями, невероятно скудным инвентарем и печным отоплением. Здесь не воды, вот отопление. Допустим, вчера вечером мой муж натопил эту кочегарку. Сегодня утром он в 7 часов приехал, потому что он с ночи мог бы пораньше затопить. Уже было 0 градусов. Тепла здесь нет. Это очень старое здание, очень старое, которое без ремонта. Где-то подвал, где-то крыша. То есть топим улицу. Но сейчас, конечно, к приходу деток, и за 20 на топим, это нормально будет. Поэтому, конечно, какие здесь условия? Туалет на улице. Ну, то есть условий никаких. Здесь вот даже нам не очень удобно и комфортно, что здесь у нас все-таки храм, здесь службы. Вот, у нас танцульки здесь на улице. То есть нам это тоже не очень-то, и народу это не очень-то нравится, взрослому населению. КВН нам очень нравится. Клуб у нас участвует, это Улеминская ДК, Мамерская, потом что еще? Сосновская и вот наша Нефедевская. И когда приезжает вот много нас народу, то есть в командах у нас, вот в нашей команде 7 человек. Ну, от 5 до 7 человек. И нам, конечно, здесь тесно. В каждой команде, если, да, по столько человек. Мы делим какие-то тут вот ширмочки, что-то делаем. Мы проводили место всегда у нашего, вот было в терраске зимой и летом. Мы с обогревателями там все сидели, переодевались тоже и все. То есть нам это не очень удобно. Летом здесь очень жарко, очень душно, а зимой очень холодно. В общем, так вот, условия, конечно, никакие. Но мы стараемся. Узнав о губернаторской программе «Решаем вместе», нефедевцы выступили с инициативой улучшения условий для творчества. И обратились к депутатам Ярославской областной думы Алексею Макарову и Алексею Ясинскому. После консультации с главой Улиминского сельского поселения Татьяной Малковой и главой Угличского района Анатолием Курицыным народные избранники приняли решение направить по 2,5 миллиона рублей в рамках инициативного бюджетирования на капитальный ремонт здания бывшей колхозной конторы. В настоящее время объект находится в неприглядном состоянии, но совсем скоро здесь начнутся масштабные работы. Планируется обустройство зрительного зала на 50 мест, библиотеки, помещений для клубной работы, занятий декоративно-прикладным искусством, игры в бильярд и теннис. Хотим мы новый клуб для того, чтобы и самим позаниматься чем-то, потому что зимой действительно здесь делать нечего. Скучно, темно, бывает, что и свет отключает надолго. Но вот хотим мы, чтобы действительно заниматься каким-нибудь рукоделием. Допустим, вот мои дети любят заниматься очень оригами у меня, любят делать что-нибудь, пластилин лепить. Вот очень бы хотелось, чтобы какой-нибудь кружочек здесь был. Я вот не рукодельница, а вот мне бы хотелось, конечно, на старый свет чем-то заняться. Вот Зуева, да, Любовь Николаевна, она вообще рукодельница жуткая, она всякие вещи, поделки делает, картины делает, и стряпочка вообще шикарная просто. Но она много чего умеет делать, она бы руководила нами, мы бы делали, мы были заняты. Не только Григоркова, Нефедева, там Астафи, правда, мало, все равно приезжает, приходит. А из Станов сколько приходят, девчонки? А из города приезжают. А из города, из Улеймы даже приезжают на наши праздники. У нас Любовь Сергеевна, библиотека Крина, поет хорошо. Нам бы хотелось, чтобы мы попели бы с ней, какие-то тоже с ней мероприятия провести. Так что клуб нам нужен. На самом деле для них это жизнь, потому что вот если мы хотим, чтобы у нас село развивалось, надо же строить и, соответственно, и клубы, и дороги. Не каждый человек хочет уехать там в большой город. Есть люди, которые хотят жить на селе, им нравится жить на селе. На сегодняшний день проектная документация уже подготовлена. И, я думаю, будет разыгран, соответственно, конкурс, выступит подрядчик. Очень бы хотелось, чтобы подрядчик был добросовестный, потому что есть некие трудности, когда в соответствии с 44-м законом у нас выходят подрядчики, которые, ну так мягко выражаясь, не совсем добросовестные. И главам приходится постоянно на объектах находиться, чтобы смотреть, чтобы все было в соответствии, выполнено хорошо и качественно. Каждый раз, когда мы строим какой-то большой проект, будь это спортивная площадка, освещение, клуб, соответственно, с проектным офисом, вместе мы подготавливаем инициативную группу от жителей, которая сразу же прописывается в проект, паспорт. И мы потом вместе с этими жителями постоянно контролируем ход стройки. И пока жители не подпишут данный проект, то есть проект не будет сдан. Поэтому жители активно принимают участие, будь то освещение, будь то спортивные площадки, будь то вот этот клуб, соответственно, они всегда смотрят, чтобы было все сделано качественно, в срок. Им потому что потом всем этим пользоваться. Этот ремонт обязательно будет осуществлен, значит, 2,5 миллиона одного депутата, 2,5 миллиона другого депутата, что-то добавит район, что-то добавит лиминское сельское поселение. Клуб будет замечательный, в селе Нефидио. Мы представляем, что там будет очень все красиво и уютно. То есть и работа, конечно, будет больше, соответственно. Народу будет больше, опять же. Чтобы тепло было, уютно. Ну, уют мы сами создадим. Продолжение следует...